здравствуйте дорогие любители цветов и гости канала и сегодня мы с вами поговорим о тех растениях которые дают плоды в условиях замкнутого пространства конечно то есть не в открытом грунте и начнем мы с такого потенциального растения которое в принципе может давать плоды но пока ни разу мы их не видели это как мы определили это гуава или гуаява называют оно пришло ко мне не знаю через какие руки знакомые знакомых где-то отдыхали откуда-то привезли а когда пришло время зимовать растению не оказалось места в комнате мне позвонили сказали возьми иначе выбросим это уже была не просьба а шантаж поэтому пришлось забрать чтобы спасти от гибели и вот она уже несколько лет растет ни разу не цвела ни разу не давала плодов но по сведениям из интернета плоды очень интересные и вкусные что тоже немаловажно поэтому надеюсь когда-нибудь попробовать есть более сговорчивые растения привычные нам лимоны которые часто встречаются в комнате домашних условиях их любят расти ранее растить раньше наши бабушки вообще обожали лимон лимоны насколько всегда помню росли в огромных катках летом переселялись на улицу вообще конечно нельзя сказать что это растение беспроблемное в доме например лимонную как правило в зимний период сбрасывает листья на него набрасываются вредители любит его клещик часто поселяется на нем щитовка и с ним приходится повозиться но ради того чтобы полюбоваться красивым цветением и потом красивыми плодами я думаю что это того стоит цветы у лимона очень ароматные причем запах такой приятный терпковатый вы наверное знаете все да и он плывет он просто распространяется на все окружающее пространство поэтому сразу слышно когда лимон цветет у нас лимоны стоят в теплице и когда в ходе что сразу слышно что зацвел кто-то из обитателей из лимончиков потому что очень приятно пахнет крупные это крупные цветы у лимона новозеландского в комнатных условиях лимон не нужно греть мы считаем что если растения из южных районов то они обязательно любят теплый воздух не обязательно лимону как раз подойдет прохладная светлая зимовка то есть нужно выбрать место попрохладнее и побольше освещенное ну и спокойно относиться к тому что листья все равно будут теряться даже в теплице этот процесс происходит но не так глобально то есть полностью лимон не становится голым пара параллельно происходит старые листья отваливаются новая тут же начинают расти и цветение плодоношения тоже вот например вот эта кисть уже полностью расцвела и тут даже лимончик он завязался а на другой веточке вот только-только будут распускаться цветочки а есть уже растение с плодами вот это лимон мэра и у него уже плодики то есть конечно не нужно было он еще маловато массу еще не нарастил но он как-то так притаился что во время их не убрала а потом уже жалко было уже хотелось вот дождаться пока он созреет и вот он созрел такой красивый желтенький лимончик и я думаю что можно уже его снять вот он легко отделяется от веточки вот так как пахнет вообще такой настоящий настоящий лимонный аромат представьте себе вечером до классика жанра чай с лимона вкусняшка какие еще растения с плодами ну я вам показывала мураю вот они ягодки причем если почитать то у мураи их масса полезных свойств но я выращиваю ее как декоративное растение то есть не плоды не листья не применяются по назначению просто носят декоративный характер дальше ну всем известное растение гранат тоже после вселения с улицы гранаты могут желтеть и сыпать листики тут тоже главное не паниковать потому что потом они обрастают зелень свежая молодая красивая чтобы получился пышный такой кустик одного года конечно мало очень хорошо нарастает зеленая масса в открытом грунте у нас на юге гранаты даже зимуют но требуется все таки зимние укрытия потому что были такие случаи что лет пять хорошо зимовал гранаты потом по каким-то причинам вдруг в одночасье его не сохранялся в зиму короче говоря весной листики не появились то есть полностью весь куст оказалась оказался засохшим замерзшим вымокшим непонятно по каким причинам но гранат частенько вот так себя ведет это конечно красивый красивый такие бутончики с глянцем ну это обычно если есть вот такое утолщение то цветочек завязываем логик завяжется то есть не пустоцвет будет ну а плодик вот такой там внутри есть косточки его вполне можно пробовать то есть он хоть и декоративный но не ядовитый не опасный хотя конечно кисловатый на вкус кислый даже приятного мало но интересно ну и что же мы сегодня будем делать наша кориса я почитала информацию о корисе и написано что созревший плод он не ядовит напоминаю что я показывала в предыдущем видео корису и говорила что они написано что плодик съедобный причем достаточно вкусный но нужно дождаться созревания по каким же признакам определить что плод уже созрел ну во первых была кориса зеленого цвета то есть первоначально изначально ягода была зеленой постепенно она меняла окраску и стала такого насыщенного бордового цвета здесь на веточке она уже начиная с лета то есть достаточно долго продержалась и кожица при надавливании стала слегка сморщиваться то есть я считаю она уже зрелая поэтому сейчас торжественный момент макарису с веточки снимем ай мамочки вот ну да она уже созрела даже перезрела вот у нее возле основания уже такая появилась чернота написано что внутри у корисы много семечек сейчас это будем проверять вот смотрите вот такая она в разрезе вот такой плодик нервный смех не знаю стоит ли ее пробовать но я думаю если я это ну чуть-чуть хотя бы попробую ничего же страшного не случится поэтому попробую слушайте очень вкусно очень-очень вкусно мякоть такая ароматная вот такая косточка целиком я не съела подожду два часа может пока показывает на часы подожду простите это нервная ну все цветоводы они же все равно не совсем люди нормальные так что считайте что я не нормалич это не я это муж виноват он мне там маски курчат так ничего опасного я вчера целый вечер читала литературу и там написано что кориса абсолютно безопасно если она уже созрела она явно созрела вот еще раз говорю мякоть очень такая ароматная мягкая сочная и приятная на вкус поэтому если представится возможность обязательно попробуйте никакой опасности для жизни нет почитайте интернет написано что корису используют для украшения тортов а также из нее делают джем то есть где-то она растет в качестве живых колючих изгородей через которые трудно пробраться и человеку и представителям животного мира потому что колючки очень острые вот а в пищу употреблять ее можно вот этот плотик он вполне как экзотический фрукт себя оправдывает приятный на вкус я рада что он завязался на веточке ну и я когда его попробовала то сто процентов он не ядовитый не может быть ядовитое растение таким вкусным он прямо очень вкусный вот так попробовала вместе с вами простите что тут смеялась в кадр это не специально честное слово всего хорошего до новых встреч по крайней мере лимоны можете есть без всякого опасения пока и Продолжение следует...